Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новость Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Семейный доктор в рассвете. Строительство амбулатории врача общей практики выполнено более чем наполовину. Добро пожаловать. В этом году Краснодарский край посетило рекордное число туристов. Привести в порядок заброшенное здание на улице Садовой 52 в Цибаннобалке поручил глава Анапы ответственным службам. Городские власти добились безвозмездной передачи бывшего штаба авиации в собственности Минобороны муниципалитету. Теперь есть реальная возможность реконструировать помещение под детский сад или школу. Накануне Сергей Сергеев побывал на месте с заместителями, курирующими вопрос архитектуры, градостроительства и социальной политики. Местные жители говорят, досада брала, ведь больше 10 лет назад это здание строилось под детский сад, но затем было передано федеральному ведомству. Нам очень нужен детский сад, потому что село разрастается. Этот наш детский сад был построен 40 лет назад, на то время поселок был гораздо меньше, с тех пор разросся. Как мы знаем, родители молодые, всем нужно работать. Глава Анапы инициировал переговоры с Минобороны. В июле текущего года оформлены акты о передаче муниципалитету объектов недвижимого имущества и земельного участка. На данный момент проведена техническая экспертиза, но она не содержит важной информации, можно ли реконструировать здание под детский сад или школу. Современные строительные нормы диктуют высоту потолков, ширину лестничных проемов и многие другие моменты. Так тогда давайте найдем в комплексе проведем, кто может сказать, конструкции подлежат, реконструкции будут эксплуатироваться. И все строительные нормы, оно же не только полтора метра для детского сада, оно же, наверное, сегодня и для жилых домов полтора метра, так? Ну да. Это же общий с ним. Подсадики там намного жестче. Так пусть возьмут подсадики. Давайте найдем фирму, которая имеет соответствующие лицензии и ответит, нам надо вопросы поставить. Мы поставили один, а нам надо все вопросы поставить. Тогда я считаю, что деньги будут потратены не зря. Либо да, либо нет. Своему первому заместителю Анжелике Базуновой глава курорта поручила создать рабочую группу и определить ответственного по каждому направлению. От оформления документов, сопровождения проекта до содержания территории в чистоте. Начать с того, что скосить амброзию, вывести мусор и огородить объект. На хуторе Красная скала большое событие. Водопровод готов к эксплуатации. И значит, водопроводная вода сможет прийти в каждый дом. Еще совсем недавно на личном приеме граждан жители хутора ставили перед главой города вопрос обеспечения водой. Сергей Сергеев пообещал решить этот вопрос незамедлительно. Жительница хутора Татьяна Шатилова привезла с собой на прием фотографии колодцев, из которых хуторяне брали воду. У нас в хуторе нет воды. Мы не можем возить 30-40 литровые води вот такое расстояние 50 метров до машины. У меня маленький ребенок. Стирать невозможно, пить невозможно. Глава города Сергей Сергеев дал поручение генеральному директору водоканала найти решение вопроса. Сегодня Ярослав Царевский со всей ответственностью заявляет о том, что водопроводная вода готова войти в дома хуторян. Ярослав Анатольевич, в хуторе Красная Скала проложен водопровод. Это большое событие для хутора. Когда люди уже могут приходить за техническими условиями, за подключением? Уже в настоящее время водопровод промыт, опрессован. Мы провели реконструкцию насосной станции, которая будет подавать на Красную Скалу воду. Поэтому уже сейчас можно прям брать все документы и обращаться за техническими условиями. А куда можно? Через МФЦ. В МФЦ существует наше окно. Там есть список документов, которые необходимо предоставить. Люди сдают и установлены на законном сроке, получают технические условия. Строительство амбулатории врача общей практики в хуторе Рассвет, которое началось в начале лета, выполнено более чем наполовину. Сдать полностью оборудованный объект планируется в конце текущего года. Там будут обслуживаться около 3000 человек, которые сейчас обращаются за медицинской помощью в амбулатории Силага и Кадзор. Коробка практически завершена. Осталось около сотни блоков в перегородках, но это сделают уже после того, как будет готов армированный пояс под перекрытие и кровлю. В здании площадью 200 квадратных метров будут врачебные процедурные кабинеты. Все условия будут созданы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для их доступа в здание установят пандус, а также выделят место на стоянке. Валерий Осетров возглавляет бригаду строителей, самый с небольшого населенного пункта. Говорит, что проект интересный, работают с душой. Мы делаем под ключ, то есть, ну, торопимся по срокам, к концу ноября закончить, как и предполагалось. Возведение филиала 4-й амбулатории ведется по краевой программе. На эти цели выделено 9,4 миллиона рублей. Здесь будут обслуживать около 3000 человек. Также предусмотрена аптека. Жителям Зари и Рассвета не нужно будет ездить за лекарствами в соседние населенные пункты. Сейчас за медпомощью или консультацией хуторяне отправляются в Гайкадзор более чем за 5 километров. С их слов, иногда, с учетом расписания автобусов, такая поездка занимает половину дня. Наша амбулатория, то есть, получается, в Гайкадзорский округ относится и хутор Рассвет, и Заря. Но, к сожалению, людям не так удобно добираться сюда на транспорте. И много пенсионеров, деток, которым проще, если было бы там что-то близко. В хуторе Рассвет и Заря у нас имеются ФАПы, на которых принимают фельдшера. Но сокрытие ВОПа, то есть, это что значит? Там будет принимать доктор. Доктор общей практики. Врач общей практики или земский врач – это универсал, в задачу которого входит наблюдать персонально за каждым, знать его историю и вовремя ставить диагноз. При необходимости пациент будет направляться в городскую поликлинику или краевые центры, если требуется высокотехнологичная помощь. Такой специалист уже есть, и он готов приступить к работе. Кадровой проблемы никакой не было, у меня появился хороший терапевт здесь. Я ему предложил, он тут же согласился. Поехал, проучился полгода, и вот он теперь врач в общей практике. ВОП будет оборудован достаточно прилично для такого рода учреждения. Там будет стоять электрокардиограф, там будут стоять оборудования для осмотра ушей, глаз и так далее. Конечно, все будет компьютеризировано, подключено к сетям. Ранее в феврале этого года в селе Джигинка открыли стационар на четыре койки с процедурной комнатой и кабинетом врача. Кроме того, по поручению главы курорта до 15 сентября отремонтируют помещение на улице Чехова и сделают там офис врача общей практики. Задача обеспечить жителям города и сельских населенных пунктов равный доступ к медицинской помощи. 8 сентября из-за военных учений на несколько часов закроются аэропорты Анапы и Краснодара. По информации Госкорпорации по организации воздушного движения в России, в связи с проведением стратегических командно-штабных учений Южного военного округа «Кавказ-2016» Планируется, что 8 сентября с 8.30 до 12.30 международные аэропорты Симферополь, Анапы и Краснодар будут закрыты для приема и отправки воздушных судов. В этот же день с 9.30 до 10.30 не будет работать аэропорт Ростова-на-Дону. 12,5 миллионов туристов уже стали гостями Краснодарского края с января по август этого года. Это более чем на 1 миллион больше, чем в прошлом году. На Черноморском и Азовском побережьях Кубани туристов принимали около 3,5 тысяч гостиниц. В 94 автокемпингах отдохнуло более 215 тысяч человек. По прогнозам регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, к концу года на курортах края отдохнут более 15 миллионов человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. В Анапе с 21 по 25 сентября состоится Всероссийский молодежный спортивно-образовательный слет «Олимпийские старты. Сдавай с нами ГТО». В нем примут участие ученики 6-11 классов всех видов общеобразовательных учреждений. В рамках слета школьники сдадут комплекс ГТО, примут участие в игре «Зарница» и соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Кроме того, посетят Всероссийский детский центр «Смен» в Анапе и поедут на экскурсию в Новороссийск. В программе запланированы научные конференции, презентации и защита исследовательских проектов. Круглый стол по вопросам патриотического воспитания молодежи, тренинги и мастер-классы, конкурсы, творческие мастерские. Пройдут встречи с олимпийскими чемпионами и ветеранами спорта. В Анапе продолжается юбилейный 25-й открытый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». Не пропустите самые главные его события. Завтра, 7 сентября в 15.30 в городском театре состоится показ фильма «Декорация убийства». А в 19 часов там же в рамках программы «ТВ-шок» конкурсный фильм «Всем всего хорошего» режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского. На театральной площади все желающие смогут увидеть фильм «Человек из будущего» режиссера Романа Артемьева. Начало показа в 21 час. Следите за анонсами и будьте в курсе всех фестивальных мероприятий. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...